Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Вчера исполнилось 165 лет с того самого дня, когда закончилась Петропавловская схватка с англо-французской эскадрой, которая в августе 1854 года напала на Петропавловск. Я сейчас не буду рассказывать о старом новом стиле, потому что мы живем сейчас по новому стилю, а все проходило по старому стилю, дело не в этом. Дело в том, что 5 сентября вчера в Краевой научной библиотеке имени Степана Крашенинникова демонстрировалась первая серия документальной фильмы «Как Россия отстояла Камчатку». Эта самая первая серия была посвящена именно Петропавловской обороне. Кстати, саму фильму вы можете увидеть по ссылке в описании. Перед демонстрацией фильмы и после ее окончания перед миллионами камчатцев, собравшимися в малом зале библиотеки, выступили широко известные в узких кругах камчатские писатели и краеведы Юрий Завражный и Павел Калмыков. И вот сейчас вас ждет долгое разглядывание их выступлений на экранах ваших компьютеров, ноутбуков, планшетов, телеофонов. Смотрите, как наши писатели рассказывали о Петропавловской обороне. Я буду быстренько, потому что нам еще фильм смотреть. Сразу же по фильму я скажу. С моей точки зрения, ни одного нормального фильма, про художественные мы вообще молчим, о Камчатке не снято. А документальные фильмы о обороне Петропавловской, Камчат, Петропавловского порта, так правильно сказать, а не Петропавловской, Камчатской порты, их не сделали вообще ни одного за одним исключением, которое мы сегодня будем смотреть. Почему? Потому что поверхностный подход, отмывание денег, по большому счету, использование непроверенных фактов, которые многие на поверху оказываются либо дутышим, либо неточностями, там имеют место быть. Это все устаревшие факты. Новые факты не учитываются в них. Это очень трудно. А художественный фильм, его просто, наверное, невозможно снять, даже при наличии мощнейшей компьютерной техники, чудесных художников и всего прочего. Ни одна студия мира, никакой Голливуд, никто снять не сможет. Почему? Потому что нет сценария. Нет нормального сценария, который бы воспел то время очень хорошо, правдиво, и так, чтобы брало за живот. Я читал парочку сценариев, и читались они у нас в драмтеатре, при открытых дверях. Все артисты дружно сказали, не, мы такое играть не хотим. Нет сценариев. А этот фильм, когда меня для него снимали, меня не поставили в известность о синопсисе фильма, о конве, как это все будет раскрыто. Просто посадили на зернушке коси, сиди вот так, солнцем, вот так вот. Так, не двигайся ни вправо, ни лево, сиди как статуй. Вот, и я сидел вот как статуй. А мне то там волосы раскидает ветром, то еще что-то там, то солнце чуть дальше отошло, надо вернуться. Вот, в общем, я там что-то там мямлил, и на мой взгляд, фильм, единственное, что плохое есть в этом фильме, это то, что там есть. Вот остальные все, кто там есть, делюсь, если легко узнают, там увидят Серегу Соловьева, городские увидят, ну, увидите сейчас. Там она, Татьяна Киселева, она подошла к вопросу очень нестандартно. Об истории той обороны, даже не об истории, а о своих взглядах и о месте, которое в душах человеческих занимает эта оборона. Павел Львович, состоит в зоне. Вот он помогал книжку писать, так что во многом претензий будут потом к нему. Вот. Какое место в душах занимает вот эта тема у людей. Там, кстати, вот Павел Львович Калмыков тоже снимался, вот он там фильм получился замечательный, вы сейчас оцените. Кого он играл? А? Кого он играл? Не поверишь, самого себя. И стихи даже читал, собственные переводы французских, английских поэтов. Вот. Они там занимаются своими делами какими-то, вот, и простые вот люди, не маститые историки, за исключением Марины Васильевны Витера, разве что. Простые люди, так как вот, как вы, как я, как вот, все вот, у них в душах вот это все отложено, оно есть, люди интересуются, занимаются, читают, копаются, что-то ищут, находят, задают вопросы, получают ответы, и наоборот. И вот так вот она сделала этот фильм. Это не хронология событий. Сначала было это, сначала было то-то, сначала было то-то, потом вот. Как вот у Пельша. Вот выходит Пельша, на мой взгляд, шоумен. Все, уже про серьезный фильм мы говорить не можем. Правильно? Ну, вот у меня, например, такое ощущение было. Как сказали, фрегат Пайк. Все, я выключил телевизор. Потом еще книжку хочу. Смысл переиздания, ну, не переиздания, а написания не второго, это уже третий вариант, так буду говорить, в том состоит, что по происшествии ряда лет мне пришлось пересмотреть некоторые свои взгляды на содержание книги, на метод преподнесения, на многие там речевые обороты и так далее, и так далее. Кроме того, нашлось много, достаточное количество новых документов. Вот Павел Ивлович, он все сидеть не может, он постоянно списывается с англичанами, с французами, копается в интернете, находит какие-то сканы, там ужасные раскоряки, которые с трудом можно даже просто записать латиницей, не то что сходу перевести. Он специально для этого английский язык выучит. вот такой вот изыскатель у нас есть. И вот это все немножечко изменяет общую картинку и бросает, не бросает, вернее, а поворачивает несколько под иным ракурсом собственно тему, из-за которой эта книжка началась писаться, из-за которой она называется «Забыть адмирала». Книга не то чтобы о Прайсе, я начинал копаться, мне стало интересно именно про тайну адмирала Прайса вместо его захоронения, а Воленс-Ноленс копаясь в этой теме пришлось поднимать заново открывать для себя все, а потом открывать еще и то, о чем не знают в Калаветических музеях, но о чем знают, как выясняются, простые доморощенные исследователи. Мне еще очень помогал Виталий Титов, это ходячий энциклопедия по истории флота и британского флота в частности. Он у нас служил по своему могиле на Камчатской военной флотилии когда-то давно. Сейчас он живет в Москве. Антиклопедические знания, вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Там очень много сложностей с тонкостями устройства британского флота, со званиями, со отношениями, с взаимоотношениями между различными кастами военнослужащих тех лет. Оно мне было необходимо для написания художественной части книги. Ну и главный вывод, почему, собственно говоря, как все это произошло, почему застрелился адмирал Прайс. Кто в этом виноват, кто его застрелил, кто его убил. Я делаю такой вывод, что убило его родное адмиралтейство, родная Британия, родное Соединенное Королевство. Оно создало ему, и не только ему, а вообще всем адмиралтейство, выключаем, потому что потом будет фильм. Если меня можно перебить телефонным звонком, то фильм нежелательно, он хороший, как бы. Прайс был поставлен, загнан в угол. Когда он пришел в нашу Алачинскую Кубу, посмотрел, что мы тут имеем, а у него задача была истреблять российские боевые корабли, чтобы они не мешали морским перевозкам, британским и французским. Вот такая у него была поставлена задача. Ну и, если необходимо, то громить базы. А база у нас была только в Петропавловск и Декастрии возле Сахалина. Только там начиналось. Потом зашел в бухту и увидел врага. И дальше понял, как все тяжело. Морской устав британский приказывал ему, увидел врага, атакуй. Вне зависимости, слабее он, сильнее ли. Атакуй. Если ты не атакуешь его, ты пойдешь под суд и вообще наплак. Вот британским адмиралам головы рубили только в гуд. Их там было, как собак не резаных. Вместо десяти положенных там было, например, на 1812 год 221 адмирал. Было, из кого черпать. То есть, были они в обои. Вот. Если ты атаковал, проиграл бой, под суд, я остался живой, под суд. Под суд и опять же наплак. Если ты не атаковал, не атаковал, ты пойдешь под суд. Вот. А если ты атаковал и победил даже, но при этом допустил такие неприемлемые с точки зрения кого-то потери, то все равно будешь отправлен под трибунал, с тебя полетят и палеты, вот, с тебя полетят, посрывают ордена и неизвестно вообще останешься ли ты слушай. А то, может быть, тоже на шафон. То есть, вариантов у него, в общем-то, было немного. У него был один единственный вариант. Это если завойка скажет сдаюсь или постреляют для видимости, а потом сдадутся. Вот, вы молодцы, вы сильные, вот он в ключе от города заходите. По ряду причин русские решили драться не на живот, а на смерть. Поэтому, когда Прайс понял, что русские сдаваться не собираются, он понял вот этот амок, вот эту вот жуткую ситуацию, в которой ему нечего делать. Вот. А он очень не хотел, чтобы лилась кровь. Вот он очень вот такой человеколюбивый товарищ. Он жертвовал, он нищим милостями очень сильно подавал. Я вот очень удивился, тут прислали совсем вот недавно, буквально недели, нет, месяц назад, где-то, нашелся еще один товарищ-изыскатель, поляк, живущий в Великобритании, вдруг эта вот тема зацепила. Он напишет синтезированную музыку, а попутно занимается такими исследованиями. Такой же интересный человек. И вот он прислал нам завещание адмирала Прайса. Вот, например, в своем любимом услуге Прайс завещал 19 дней. Что такое 19 дней? 19 дней это 10,5 тысяч фунтов стерлингов на нынешние деньги. Или по-русски 840 тысяч рублей почти лимон. Это точно. С уважением уважительно относился и переживал за гибель каждого матроса, каждого офицера, за недомогание их. Вот, он видел за ними в первую очередь людей, что очень не характерно для викторианской эпохи, когда люди вообще были расходным материалом. И вот говорить, что он был тронс, престарелый дедуган чуть ли не с душевными психическими болезнями. Очень странно, как его мудрились назначить такого тупого и бездеятельного, профнепригодного на Тихоокеанский театр военных действий, когда в зоне его ответственности было чуть ли не три четверти Тихого океана, а это на секундочку порядка со 20 миллионов квадратных километров. Не хухры-мухры. То есть нормальный адмирал был, но его загнали вот в такой вот, и вот Павел Львович полагает, и у меня нету причин с ним не соглашаться, что своим застрелением он просто уступил место французскому адмиралу, который, получив власть, имел право, французский устав допускал отступление. Он позволил ему уведи народ, уведи. Но британские офицеры, они убедили путем голосования, они заставили его принять решение об атаке фрегата «Аврора», а вместе с ней, естественно, и Петропавловского боя. И второй главный вывод, который я там делаю в книжке, чем она отличается, новое издание от предыдущего, я не говорю сейчас о изменении и улучшении художественной части, там действующие лица, живые, все реальные, они действуют, как вот я это все вижу. Я, конечно, это выдумал. Но хронологию боя я не выдумал. И что, зачем было, я там не выдумал. Они просто говорят такие-таки слова, такие-таки действия. Для того, чтобы для чего? Для того, чтобы глубже окунуться в ту эпоху читателю и чтобы было интереснее и понятнее разбираться во всех этих дебрихах. Спился. Спился. А, что еще отличает? Значит, я переосмыслил для себя в первую очередь, я предлагаю переосмыслить читателям такую главный тезис, что Анга Французская эскадра пришла к нам втрое происходящими силами, а мы втрое меньшими силами геройски дали им отпор, сумели дать, вот, мудрились и все такое и прочее. Я считаю, что силы были приблизительно равны и последовательно это все там доказываю. Силы были у нас практически равны. История не терпится слегательного наклонения и им не хватило буквально двух фрегатов, наверное, а может быть трех, для того, чтобы они сделали то, что они собирались сделать. А вот по такому раскладу сил, который был, им ничего не светило. Почему? Потому что вот такой ландшафт у нас в городе, вот такое вот расположение гавани, сопок, мель, течение, отсутствие ветра практически, это конец августа, вот знаете, до ветра почти нету, ветра, особенно по утрам, атаковать нужно утром, чтобы не воевать в темноте. Вот это все. И гений Завойко из Эльметьева и поручика Мролинского, которые сумели сделать защиту Петропавловска такой, какой она была. Да, там было много недоделок. Одну батарею надо было чуть-чуть по-другому сделать. На третьей смертельной батарее, которая сохранилась, восстановлена до наших дней, она была, ну не то, что лишняя, там зря положили целую кучу народа. Можно было без этого обойтись. Не успели все это просто-напросто сделать. Но сделали все возможное для того, чтобы город стал неприступным. Это показала и первая атака, когда они ну сбили одну батарею, взяли, заставили, замолчили, вторую батарею уткнулись, в третью батарею, которая была на кассе, самая большая, 11 пушек. А дальше что? А дальше что? А дальше нужно подводить свои фрегаты непосредственно для боя с Авророй. И тут Аврора им даст. Очень хорошо даст. Почему? Потому что фрегаты неповоротливые, их нужно было буксировать либо пароходом, либо они кое-как при отсутствии ветра, да еще при приливно-отливных течениях долго бы занимали свои позиции. Нужно было завозить на шлюпках вербы, то бишь якоря, ставить корабли на шпринг в нужные, удобные позиции. И все это время они были бы расстреливаемы Авророй и оставшись пушками второй батареи. И если бы наши канонеры вывели из строя им пароход, то в таких условиях эскадра осталась бы здесь вот окуплилась бы здесь ну очень даже надолго. У них бы голодуха началась, потому что есть нечего. И холодно уже, и уходить как-то надо, а они побиты, отремонтироваться нечем, веревок нету, дерева нету и так далее, и так далее, и так далее. Вот это был бы разгром полный, правильно? Здесь все прекрасно прогул. Во второй высадке до 700 человек пошло десанта. Не тысяча, не 600 человек, а 700 человек. Павел Львович посчитал их всех до одного. Ну не то, чтобы пофамильно, а он пользовался иностранными источниками, английскими, французскими. И вот все группы, которые входили в состав десанта, и кто там был старше. И какая у него была дожесть, на каком корабле. Игорь Ильич, вот вы это все рассказываете, вы пересказываете работу человека, присутствующего здесь. Хотя он сам после вас обещал выйти на эту трибуну и коротко изложить. Еще не обещал. Уже пообещал. Вы выйдет? Если позовут. Позовут, 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 позовут. Сейчас я быстро-то закончу. Я быстро-то закончу и выступлю своем месте с удовольствием. Я делаю вывод, что силы были равны что по пушкам, что по личному составу, потому что вот они высадили 700 человек против. А сколько наших на берегу было? Тысяча. Вот. А для уверенной победы должен быть другой перевес. По пушкам. Фрегат не умеет стрелять сразу двумя бортами. Он только одним бортом стреляет. Значит, количество пушек, 210, сразу делим пополам. Дальше на фрегате нижняя палуба пушки, верхняя палуба, коронады. Они так далеко стрелять не умеют. Еще делим пополам, примерно. Два корабля не принимали участия в атаке. Еще минус 34 пушки. И вот таким образом мы подкрадываемся к тому, что да, во время второго боя два фрегата, форт, а потом в основном президент против одной смертельной батареи, это, конечно, жуть было. А так они ее и вынесли за 15 минут, буквально. За 15, да, где-то? За 15 минут они ее вынесли. Вот, да, тут, да. Но зато потом был десант, который успеха не имел. Из-за чего? Из-за того, что, короче, там все написано. Читайте, берите здесь в библиотеке, в интернете, у меня ее легко, я ее выложил ВКонтакте, она у меня в документах, ВКонтакте. Пишите мне в личку, если кто-то не найдет, я отправлю, просто отправлюсь. Простигмунка мой. Павел Львович, прошу, на эстакаду. Я эту книгу всем рекомендую, и, собственно, эту книгу знает весь мир. Когда начинаешь искать источники, я недавно даже списывался с канадским исследователем, которого зовут Эндрю Ратт, у него в ссылках написаны ссылки на книгу Полевого, которая, издательство, названо почему-то «Далибсдан». Вот, и книгу, которую написал Юрий Залович, от Рашнов, тем не менее, на нее есть ссылки. Есть ссылки на Наталью Киселеву. Это вот наше главное. А стихаря на английский перевели, да? Стихаря перевели на английский, наверное, да? А сейчас хорошие электронные переводчики, в принципе, довольно адекватные переведенные цитаты встречаются. Я на эту тему больше или иначе. Я с детства мечтал написать книгу про хлад Адмирала Прайса. А потом узнал, что есть такая книга, замечательная, мне только оставалось покопаться, а что же с другим Адмиралом? Другой Адмирал был Феврие де Пуант. Очень любопытный тоже персонаж, который на наше счастье пересекся с Адмиралом Прайсом. Феврие де Пуант, он был плебейского происхождения, с острова Мартиника. С детства мечтал попасть в пожиг императрицы Жозефини, которая тоже была родом с острова Мартиника. Но судьба его сложилась иначе. Он стал, в конце концов, капитаном, ни в одном сражении участия не принимал, но был очень умный и очень осторожный. Всю жизнь был очень умный и осторожный, и большой фантазер. И когда у него крыша, наконец, стала съезжать на пол, он болел какой-то серьезной болезнью, по видимости, печени, у него стала ухудшаться память. Он стал всем рассказывать, что он на самом деле дворянин, что его отец воевал в Америке за Лафаэта, что сам он служил в юности пожемной партии Жозефиной. Все это было неправда, но журналисты ему охотно верили. А вот когда тут он уже был больной, почти не вставал на ноги. И вот в последний раз он у нас встал на ноги, когда его коллега Прайс застрелился, и он прибыл все-таки с ним попрощаться и сказал ему «Куазму ами», то есть мужайтесь, друг. Никаких решений он принимать не мог, но его профессионализм подсказывал, что не надо связываться с русскими. Первая атака в принципе у Прайса была какая, они все действовали по прекрасному плану Прайса, что первую батарею можно было сбить без потерь, ну почти без потерь это обошлось, там несколько человек на фрегате Лафорт погибло. Вторую тоже можно было захватить без потерь, там всего лишь 30 человек, вот они высадились на мысу Кислояма, мыс Санникова нынешний, пешком там по берегу идти, если сейчас пойдете минут 15, тогда было, ну допустим, 40 минут, потому что дороги автомобильной не было. и тоже наши с ними не стали связываться, они ее тоже захватили без потерь. Потом встали в такую позицию, Юрий недавно высчитывал, где же все-таки стояли корабли, они выбрали такую дистанцию, чтобы их ядра до наших пушек достигают, а наши, ну еле-еле, вот только на самом излете могут их поражать. То есть все, что было первый день, было без потерь. И тут дальше все надеялись, что вот сейчас вот французский корабль подойдет и начнет бомбить «Аврору». Но они так откровенно англичане этого ждали, что пойдет французский корабль, что они промедлили. Специально помедленнее развернулись, помедленнее вышли. Командир фрегата «Пик» сделал и говорит, что он вообще не понимает, что от него хочет французский корабль. Французский корабль хотел подойти к нам, будем вместе стрелять. Он сделал вид, что он не понимает, что это что-то там невнятное. И одним словом адмирал Депуант обиделся и сказал, уходим в Калифорнию. Все, мы продолжать атаку не будем. Честно говоря, в первый день должно было случиться то, чего я опасался прайс. То есть город должен был взят с большими потерями. Но этого не произошло. А дальше уже начались потери времени со стороны англо-французской эскадры. Они что-то там чинили. Они долго переписывались. Оставшийся главой английской эскадры баронет сэр Николсон переписывался с Депуантом, уговаривал снова объявить атаку. Тут говорят, я не вижу такой возможности и так далее. Пока они не поймали вот этих вот американцев, как говорят, лесорубов. Не лесорубов, а дезертировки табойцев, которые по приказу Завойко добывали дрова. Где? В Таринской бухте. У нас, в Крешениннике. И вот эти люди сказали, да можно Петропавловск обойти сзади. Там ничего там не защищает. Пожалуйста, заходи со стороны Кутушного озера и идите к гавани и все. Вот. И этот план в результате был принят. как... Ну, Депуант, честно говоря, он был против, но он, когда голосовали, он сказал, что я своим авторитетом давить не буду. Не стал. Другой капитан французский сказал, что отказывается голосовать, пока не проголосует адмирал. Ну, в результате... А другие капитаны были молодые, они тоже жаждали славы, так же, как и Николсон. Хотели вот так. А Николсон вообще не хотел исследовать плану Прайса, потому что вот Прайс, значит, своей смертью опозорился. Ему нужен был другой план, чтобы самому стать адмиралом. Он, кажется, потом устал адмиралом. В более позднее время его никто не наказал за этот позорный результат. А где ноги решили идти? Вот. Ну, знаете, ужасно интересно смотреть вот эти дневники, дневники врачей. Я переводил дневники врачей с одного, с парохода, с корабля, с записки французской. Я думаю, почему? Ну, врач, я сам врач, во-первых. Я пойму, о чем они пишут. Я смогу разобрать их почерк. Но как это меняется? С какими бодрыми песнями они собирались атаковать русские фрегаты? Они не думали, что им придется штурмовать город, они надеются их затечь в море и по английскому обычаю, как адмирал с ними расправиться. Но, наверное, только один прайс и понимал, насколько это все сложно. А другие были настроены очень годом. И потом, с какими печальными песнями они тащились. Тогда уже тот же доктор Дик, который сочинял веселую песню, вот с которой этот фильм начинается, он уже не сочинял песни на обратном пути, а написал печальную балладу, переписал английского поэта Алингтона. О том, что нельзя выдавать девочек за моряков, потому что моряк пойдет в туманы веселый, молодой и там сгинет. Готовая бардовская песня. Это очень хорошая песня. Пока я ее не перевел, я не мог этого понять. Перевел всем эта баллада нравится. Кто напишет музыку? Ну, когда вы ее прочтете, мы подумаем над этим вопросом. он мне текст присылал. Я наизусть ее не помню, но там о том и речь. Отдай невесту, дочку супруге старику, не отдавай девчонку бродяге моряку. Старик ее не бросит, унылый, седой моряк уйдет в туманы, веселый, молодой. И дальше рассказывается о том, как этот моряк веселый, молодой все-таки умирает в море, а у него есть последняя задача спасти корабль, который несет на камне. А он штурман. Вот он указывает, говорит, ужин, говорит, пускай меня поднимут, я сам не чую ног, и пусть повяжут крепко на голову платок, его я у любимой на память попросил, пускай мой час последний платок придаст мне сил. гляди на карту видишь скалистый великан одетый облаками закутанный в туман в утесах есть ущелье закрытое от бурь там можно встать на якорь клади смелее кроль что там такое потом уже свезут меня на берег на утренней заре но пусть кладут не в церкви и не в монастыре молю похороните на берегу морском на самом на прибое под галькой и песком придет на рейд корабль с настей услышу скрип и выкрики матросов их натужный хрип пойдет ли в путь обратный их громко ей о-о-о а милый передайте что умер я легко такая баллада в общем все умерли да конечно будем гордиться подвигами наших моряков потому что моряков и солдат потому что без их мужества без их силы духа без их настоящего подвига этой бы славной страницы не было хоть и говорит Юрий что силы были равны но знаете было много в чем они и не были равны по тому же боезапасу по выучке наши не могли даже провести толком стрельбы были какие-то отдельные мишени из отдельных пушек чтобы у всех была нормальная выучка нет наш друг Виталий Титов говорит что да не было вообще никаких профессиональных канониров на третьей батареи там один профессионал был сам Александр Максутов вот и все а остальные люди им только объяснили чего куда-то 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 знали они при первом рассылке они попрятались он их зашил и брал и ставил обратно к пушкам и сам вставал на их место то есть чтобы они последовали за ним это получилось они нанесли президент серьезный ущерб они у них флаг сбили не говоря о том что снесли там какое-то количество пушек и как говорит доктор Дик что кровь по доскам тепла то есть они хорошо их напугали все было не зря потери со стороны этой батареи были большие давайте лучше фильм смотрите а ведь могли если бы история появилась по-другому Дина спит до последнего момента как говорит Мичмо Фессун исход был не решен когда они захватили центр они находились практически там где вот телецентр телецентр это была ложбина вот стоило им перейти ту ложбину по мнению Фессуна и дело было решено но тут выстрелил выстрелил казак Карандашов из своей пушки это эта пушка единственная пушка полевая которая была вовсе не не самодельная тачанка трехфунтовка пушка совсем маленькая вот тем не менее эта пушечка отмечена на вражеских картах как батарея потому что именно эта пушка выстрелила в очень подходящий момент картечью или там гвоздями или чем убила несколько человек других напугала и вот в этот момент как раз начали нашу свою контратаку которая увенчалась победой меня меня звали только для этого фильма что характерно ну как обычно фильм снимают пишут сценарий а потом значит его снимают вот фильм Пельша гвардия Камчатка я не согласен с мнениями Юрия что он плохой фильм он хороший фильм он снят иначе историк Николай Манвелов фамилия вам может быть незнакома но его биография была такая деталь он в детстве снимался в фильме Чучело теперь он совсем другой человек профессиональный историк вот он написал свое видение истории нашей обороны но он пользовался только русскими источниками только русскими в отличие от нас в фильме есть очень удачный очень удачный момент во-первых тот фильм снят дороже там Пельш показывает вот это самое знамя которое названо знаменем гибралтарского полка но в ангелах правильно понял как мы поняли что это не флаг гибралтарского полка это штурмовое знамя английских десантников самоделка просто они взяли это знамя с собой как мушкетеры взяли с собой на какой-то там дорожецкий форт обеденную салфетку вот эта салфетка она их вдохновляла она дразнила супротивника и в конце концов на ней вышли королевскую лилию таким образом она стала знаменем на этом знамени на самом деле вышита нашита вся символика британской морской пехоты королевская корона глобус на глобусе лев и подпись значит пер мара пер терем по-латыни и слово гибралтар это слово гибралтар является просто одним из девизов этого полка потому что под гибралтаром это не полка а сама морская пехота британская прославилась а гибралтарского полка морской пехоты не существовало это ну просто неправильно истолковано здесь в нашем фильме тоже множество всяких ошибок которые мы наговорили а почему потому что никакого сценария не было нас просто приглашали татьяна киселева задавала вопросы мы на них отвечали как могли она очень внимательно слушала чем вдохновляла нас конечно это все полностью экспромт а потом когда у них накопились материалы они просто из этого нарезать вот так а в фильме перша там есть свои достоинства там показывают не только этот флаг там показывают замечательную мультипликации то есть вот то что здесь сделал Александр Мельник слепил из пластилина там это сделано компьютерной графикой как перестоит и просто расставляет эти корабли на те места где по их мнению они должны быть места неправильные но очень близко к тому так же как у Мельника там сняты кадры на настоящем настоящем британском фрегате в то время был корветом Тринкомали который поныне сохранился и который заходил в Петропавловск на следующий год в 55 это единственный ну скажем так один из трех наверное кораблей которые застали в то время на плаву он стоит в английском порту Хартлпул и этот корабль тоже был в эскадре адмирала Прайса самый настоящий и там замечательно замечательно читают текст актеры Ксения Рапопорт и Дмитрий Певцов они отлично читают и когда Ксения Рапопорт читает дневники не дневники записки Юлии Завойко но иному такому человеку впору и заплакать потому что я это сто раз читал я выискивал оттуда факты что что и как было а тут просто она по-женски прочла его так что он прям за душу берет что вся маршрутка плакала может быть я не шучу я не глумлюсь так что вот и книга Ванелла у меня тоже вызывает массу критических заметок которые послала автора после того мы с ним зафределись в конце концов ну так потому что критика это не со зла мы друг друга всегда критикуем и с друг другом всегда по мелочам спорим вот этот фильм он во многом с нашей стороны экспромт то есть ни Ирина Васильевна Виттер ни Юрий ни я не конечно мы знаем с Мельником я лично не знаком хотя это я навел на него потому что знал что то что он лепит это великолепный иллюстративный материал никто ничего не готовился но все что у нас было на душе то мы вывали поэтому этот фильм получился очень хороший потери в принципе оцениваются в бою там они хитрят они не говорят точно сколько у них было убитых они не говорят сколько у них раненых они все это в одном и сообщают только те потери которые были вот здесь они либо оставлены на берегу либо и у них получается сколько по-моему 170 что ли человек то есть их сведения не совпадают а потом когда еще когда они шли из Петропавловска они сначала вместе потом разделились французы отправились в Сан-Франциско англичане у них там была база на острове Ванкувер английская колония они разделились и многие дни у них умирали люди гибли об этом бьюсь что вот эти вот хирурги это можно найти записки только последние люди умирали уже там на Ванкувере там вот доктор Треван рассказывает как Качегару особо живучему они делали трепанацию у него мозг был покрыт дноем он был ранен ранен голову и умер уже только там то есть все потери точному исчислению а среди обороняющихся 30 с чем-то было человеку погибших 31 это эти все люди которые вот они были погребены там и тех вообще англичане французы старались не оставлять погибших если они оставляли значит просто не было возможности как Фессун пишет или кто кто-то из наших говорит одного убили двое его хватает убили этих двоев прибегают четыре берут и все-таки увозят вот многих как верно заметил замечали наши снайперы камчадалы добили в лодках им было вовсе не до каких сантиметров не до какого благородства вот враг если ты его сейчас не убьешь он вернется они правда хотели вернуться ничего бы не не было сказано о том что когда они уже покинули нашу Авачинскую бухту на выходе они захватили два корабля наших русских два судна одно это была небольшая шхуна анадыри а другая это был корабль ситка вооруженный транспорт ну то есть он не сильно вооружен но не для боя просто тогда каждый каждый транспорт русскоамериканской компании носил при себе оружие но тем не менее там был офицер там один назначенный секретарем Кзавойко как его фамилия это была Хитровон он потом об этом оставил воспоминания и он-то и говорил о том что вот адмирал Декуант Кзавойко очень уважительно высказался образцом европейского стиля мышления может быть может служить фраза из мемуаров командира французского флагманского фрегата был такой Деминьяк Мередек Деминьяк одноногий он кстати он смелый храбрый такой был на бою ногу да в бою когда-то на Маркинике где-то что ли в Мексике потерял ногу и он командовал французским флагманским фрегатом так вот после всего этого уже по прошествии там скольки-то лет он взял такую фразу приблизительно написал что типа эти русские как же он написал они такие жестокие у них даже мысли не было чтобы нас пощадить да мы их еще пощадить могли бы и должны видимо по его точке после того как они захватили сюда экипаж уже унывший сильно приободился они думают сейчас сейчас мы взяли призы во-первых мы их продадим на этом приподнимемся а во-вторых наберемся силы нам придаст дух и вернуться еще раз атаковать русских но этого не произошло наконец-то вы узнали правду в гвардии Камчатка там очень красиво нарисовано как проруби лед до самых трех братьев на самом деле нет только только выход из гавани то есть выход из кошки где вот сейчас выход за косу а дальше уже лед либо был слабый либо его не было тем более что это было уже апрель месяц ну и в общем-то потом они отправились за Сахалин и основали там порт Николаевской Амуре так что вот из истории это можно сказать и началось освоение южного дальнего вот эти несколько лет я очень мало читаю художественных книг потому что стоит окнуться в эту историю столько захватывающих подробностей столько интересного находится вот буквально в этом году эти письма Грова до нас добрались потом Юрий наконец выложил журналы нашел потерянные было да я их потерял от журнала фрегастров посканированы в общем-то журнала без итеровлей причем если там тоже куча вопросов написан почти каллиграфическим почерком то президент там левой ногой кто-то что-то такое писал и некоторые слова которые несколько лет были не разобраны на это раз удалось одно слово мы думали что это два долго не могли понять считали что в нем заключено какой-то особый смысл потому оказалось что это слово сансет закат то есть тот кто писал журнал указал что в этот момент был закат и после этого французская эскадра приняла дежурство то есть наблюдение за морем вокруг кораблей а Юрий говорит ну конечно другие дни сансета ведь не было не ну они очень очень интересно я вот с крусанских еще времен привыкший к жестким требованиям ведения вахтенных журналов на флотских кораблях и мне всегда пичкали мыслью о том что это столетиями такие требования что вот только карандашом что вот только вот это записывать только в таком виде в такой-то форме формализованными фразами потому что точность нужна с помощью вахтенного журнала мы должны уметь восстановить карту а с помощью карты прокладки на карте мы должны суметь восстановить вахтенный журнал они друг друга вот так вот дополняют дублируют это для суда все это юридический документ я вот на этом во всем воспитанный и тут я был просто уверен что сейчас я закажу идиоты же никто не может догадаться взять запросить в британском адмиралтесте копию вахтенных журнала там будет написано прайс похоронен там-то на таком-то мусу контрольный пеленгар с точки якорной стоянки пароходы вот такой-то туда-то такой-то туда столько-то градусов столько-то минут я был абсолютно в этом уверен когда пришли ко мне в артенжурнал я тихо присел выкнул а дальше пришлось начинать разбираться корячиться призывать с помощью англичан а вот это что такое а вот это что такое что такое дитто дитто это то же самое тын-тын-тын понял а что такое сокращение CWT ооо это сотка веса а что такое сотка веса а вот а тогда еще как бы не модно было кипеть и улазить а ее и не было CWT разве? а не Q? нет кило-гатт получается а не CW CW вот он мне объяснял объяснял путанно очень объяснял толком не дообъяснил сейчас проще сейчас в дитпеде очень много написано полезного но это неправильно дитпеде лагерь где-то плохой тон но она помогает Юрий Юрьевич а скажи пожалуйста мы видели в фильме могилу адмирала Прайса ведь сейчас каждый может подойти к ней увидеть правильно да? нет а почему? а потому что я не скажу я где она находится ну ты же знаешь это с точностью вот круг 50-70 метров где тот памятник который ты поставил? тот памятник тот памятник выломал вот Костин бывший начальник Витан первого ранга Айверин директор завода выломал я свез его на свалку металлолома а да вот в этом году меня пригласил к себе нынешний мэр Вилючинска у нас там состоялся душесчипательный разговор на тему патриотизма и истории нашего города Вилючинска он сказал что памятник надо будет восстановить да я приложу усилия мы все согласуем да-да-да да-да-да-да-да вот слова повисели в воздухе как Гитлера и растаяли надо сказать что история идет сама не сохранилась могила Александра Максутова хотя вот этот крест он в фильме мелькнул он какое-то время даже чуть ли не навигационным знаком служил и по фотографиям видно где стоял этот крест это место известного где дорога заворачивает к дому флота вот она и пошла Ага, там стоял этот памятник, но когда строили дорогу, вот эту самую дорогу, то кладбище снесли, оставили потом от кладбища, вернее не оставили, а отреставрировали только могилу Италии Кручины, врезав в сопку, чтобы она никому не мешала. А памятник они это, вот в моей книге, которую я написал, книга называется «Клад и другие полезные ископаемые», так она называется, там дети пытаются найти по шифровке клад Прайса, в конце концов клад они не находят, ну пусть не Прайс, но они клад находят. И там в самом конце появляются два призрака, один призрак, извините, адмирала Прайса, а другой призрак Александра Максутова, а почему они шатаются по земле, а потому что вот могилы их потеряны, памятники не сохранились, в общем, позор, позор, одно слово для вас. Что касается памятника, как Финн Прайс, он сказан о том фильме, что он в реестре в каталоге британских, да, состоит, ну поскольку, а вот его, когда они не завалом, отправили, Британия на это никак, а она не пустили. То есть если он на каком-то реестре, они как-то должны, наверное, интересоваться его состоянием? Теоретически, может и должны, а как они поинтересуются? Только спросят у кого-то, у кого они могут спросить, у мэра Ланина или у тогдашнего мэра Маркмана? У тебя? У меня могут спросить, вот, я мог ему сам об этом сказать, мне было стыдно, я не сказал. Это еще как раз случилось после того, как англичане, наши извечные враги англосаксы, да, исторически, они нам помогли спасти батискав в бухте с березами, березами, полустану уже вместе с людьми, вот, они нам помогли, а мы вместо «спасибо» памятный знак выдернули, там написано памяти, там погибших, там, захоронены, фамилии. Там ошибки, кстати, были, вот эти ошибки, вот, в книжке сейчас поправлены. Собаками охраняются, мне, кстати, сказали забирать его оттуда, я еще не знаю куда, ну, придумали. Вот, ну, поставить его пока что не удается, потому что вопросы на уровне руководства нашей, нашего управления по поиску шпионов, я вот так назову это ведомство, вот, оно не уверенно повлечет ли за собой какие-то правовые юридические последствия, вот, допустим, установка вот этого памятника. Но это не точно. Как к этому можно отнестись и можно ли ожидать здесь каких-то подводных камней? Теоретически, наверное, нет. Если англичане скажут, вот там у вас памятник стоит нашему товарищу, все, это наш кусочек земли, мы имеем право приехать вот такой и поклониться, и приедут шпионы под видом родственников Прайса, да? А, кстати, там, сегодня у них американцев, во, полно. Приедут царевушники, поклониться родственникам, значит, и, а попутно сфотографируют секретный завод подводной лодкой. Теоретически, вроде бы, когда, с другой стороны, вот, ну, я разговаривал, когда с начальником управления у ФСБ нашего, я говорю, а вопрос простой, хотите, пожалуйста, вот, а куда вы хотите, вот, нам вот, а вы знаете, где похоронен адмирал Прайс? Скажут, знаем. А откуда вы это знаете? А у них, у самих нету этой информации, потому что эту информацию наши разведчики давно у них украли. Чтобы они не стремились туда. Это было сделано еще в 65-м. Я так думаю, я так думаю, и я считаю, я считаю, я считаю, правда, да. Ну, согласитесь, предъявляются ли претензии, допустим, к могиле капитана Кларка на улице Советской, Ленинской? Да, конечно, дело в том, что очень много шпионов фотографируют здание бывшего обкома, а теперь здание суда, рядом с которым находится этот предотпамятник. Нет, я имею в виду, предъявляются ли имущественные земельные претензии, вот там 2 на 2 метр, к примеру, где вот памятник сам торчит. Я вот не слышал, чтобы такое было. Или там к Верингу, он все-таки датчанин, Даня, что-нибудь там имеет, не имеет. А у нас еще где-то же, это самое, англичане, я в книжке написал, там, вот, ну, и почему? Француз, Дилель Делаквайера. Да, Дилель Делаквайера, вот, могилы его, кстати, тоже. Они неизвестные. Неизвестные, они рядом с Кларком лежали, один монумент, двоих. Когда клетку перезахоранивали, Делаквайера потеряли. А вот тут вот все-таки боятся, почему? Потому что там закрыто административно-территоральное образование, теоретически, там, по закону, зато вообще должен стоять за борт, и автоматчики должны набирать пролетающих пить в лед, чтобы никто туда не пролез. Это в теории. Тьфу! Напоминаю, это было обсуждение фильмы, как Камчатка отстояла Россию, снятая москвачами, на деньги так называемого Министерства так называемой культуры Ресурсной Федерации. Само название фильмы уже глупо, по той простой причине, что не Россия здесь отстаивала Камчатку, а Камчатка отстаивала Россию. Петропавловская оборона, Петропавловский бой, это была единственная, всего одна русская победа во время Крымской войны. Везде, в других местах, русские войска, надо признать, терпели поражение, так что Россию отстояла Камчатка, а не наоборот. Ну, о самой фильме я скажу, о первой серии, естественно, которую мы видели вчера в библиотеке, что сама фильма просто плоха. Если тоже плохая фильма шоумена господина Пельша, гвардии Камчатка, хотя бы имела приличный бюджет, там была дорогая, безвкусная, бухатая анимация, там были выездные съемки, в том числе и за границей, то здесь все делалось на коленке и за копейки. Долгие говорящие головы в кадре, некрасивые ракурсы. В общем, это было скучно, банально, примитивно. Несмотря на то, что в фильме участвовали краеведы Ирина Виттер, писатели Юрий Завражный и Павел Калмыков, макетчик Александр Мельник, который из пластилина, спичек и гвоздей слепил, макет Петропавловского ковша и кусочка овачинской губы, изобразив там эту самую битву. В общем, обычное освоение средств так называемого министерства, так называемой культуры. И самое интересное, что было на этой встрече, это, конечно, были выступления Юрия Завражного и Павла Калмыкова. Но все равно и первую, и вторую серии фильмы «Как Россия отстояла Камчатку» вы, напоминаю, можете увидеть по ссылкам в описании под роликом. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, поставили? Молодцы! Если вам нравится узнавать что-нибудь новенькое, глядя ролики моего канала, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то вот подсказка в правом нижнем углу экрана. Это нужно сделать для того, чтобы не пропускать новые ролики на моем канале. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok